друзья мои всем привет я сейчас путешествую по тульскому краю буквально на две недели мы выбрались для того чтобы узнать и посетить многие места именно в тульской области вот кстати это мой родной край я родилась в тульской области в городе щекина вчера мы приехали в это удивительное место удивительное место находится недалеко от тарусы тарусы находится на границе калужской тульской и московской областей вот и в этой тарусе проживает мой очень хороший друг и приглашал меня давно в гости вот я все собиралась и вот наконец я посетила его владение и вот сейчас хочу поделиться с вами вот этой красотой и рассказать и показать что здесь вообще находится на гектаре земли здесь расположена такая замечательная усадьба с гостевым домом гостевой дом тоже роскошный шикарный я готовлю ролик для того чтобы продемонстрировать вам но сейчас покуда я решила поговорить и видео прямой эфир быть и не удалось готовится уха у нас на плите вот ребята прыгают там на батуте но я сейчас решила сделать тоже такой обзор небольшой и вот смотрите значит на въезде на везде у нас находится слева сразу идет такая небольшая березовая рощица вот а справа будет яблоневый сад вот здесь слева березовая рощица видите да справа яблоневый сад в этом году изобилие яблок в антоновка еще какие-то зимовые видимо да то есть даже ветки клонятся к самой земле от тяжести до от тяжести плодов и Субтитры сделал DimaTorzok Еще удивительную ягоду я здесь тоже нашла, либо Куманика, либо Ежевик. Я не знаю, как она называется, сейчас я ее тоже вам покажу. Попробовать. Уже спелая. Настолько не видела никогда. Куманика или Ежевика? Интересно. Сладкая. Красота. Если мы будем идти по территории дальше, вот помимо вот этого яблоневого сада замечательного и красивого, здесь есть еще другие кустарники. Ну, конечно же, и париса, да, вот эти декоративные. Здесь есть территория, где посажена клубника, свекла, морковка, лук, теплица с помидорами. То есть все необходимое для того, чтобы были свои экологически чистые продукты для питания. О, вот роскошная гортензия. Ну да, синие цветы, конечно. Сейчас я подойду к ним поближе. Кусты я сейчас их покажу. Вот такие шапки гортензии. Да, запах есть очень даже. Огромная площадь. Эта территория целый гектар занимает. Здесь полностью все есть необходимое для того, чтобы вести такое хозяйство, скажем так, да. Вот здесь вот такая мангальная зона среди. Вот зона отдыха с гамаком и с такой дубовой лавкой. Вот это уже очень-очень красиво. И здесь вот эта площадка, она обустроена в дорожке, да, вот в садах. Видите, вот здесь мне тоже очень понравилось. Вот. Висит гамак, лавочка такая очень мощная. И все это происходит вот в таком вот березовом, березовой аллее, что ли, или такой лесок небольшой, да. Здесь прямо на территории, не выходя за границы этой усадьбы, можно собирать грибы. Грибов было очень много в этом году. Вот буквально месяц назад приезжающие собирали корзины грибов прямо вот здесь на территории. Были и подберезовики, и подосиновики, да, и белых грибов было много. То есть вот просто прямо здесь они росли. Вот. Здесь, значит, зона парковки находится. Зона парковки. Магальная зона тоже. Интересно, где можно вечерами посидеть и попеть под гитару. Кстати, Олег очень хорошо поет. Вот. И есть у него авторские песни. То есть очень-очень интересные человек. И к тому же народный целитель. Вот. Он еще, многому чему еще у него можно и узнать, и поучиться. Очень эрудированный и интересный собеседник. Очень красивая зона отдыха. Прямо рядом с домом. Это небольшой прудик, уложенный камнями. Бережно и так с любовью. Каждый камушек очищается, промывается. Очень-очень красиво, экзотично, я бы сказала. Вот. И лавочки для отдыха, где тоже можно посидеть, отдохнуть, расслабиться, подставить лицо солнышку. Потому что здесь солнечная такая сторона. И действительно можно принимать солнечные ванны. Но для того, чтобы принять солнечные ванны, здесь достаточно мест. Много достаточно мест. Вот. И есть зона отдыха, где можно и закарать, и красивый мостик. Здесь тоже проложен. Вот такой декоративный, очень красивый. И, конечно же, баня. И, конечно же, беседка. Спортивная площадка, детская площадка, кухня летняя. И очень-очень красивая комната для отдыхающих. Можно снять, приехать, отдохнуть, расслабиться и получить удовольствие от такой вот тиши, красоты и природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, а сейчас давайте мы с вами заглянем в уютный гостевой дом. И пока будет идти небольшой видеообзор комнат, я продолжу наше с вами знакомство с этим уникальным местом. На первом этаже на крыльце два входа. Один в большую часть дома, которая состоит из кухни, гостиного зала и библиотеки, а также лестницы на второй этаж. На втором этаже три комнаты с двуспальными кроватями и огромный балкон с диваном. Второй вход в секцию каминной комнаты с кухней и с двумя диванами. Между этими двумя секциями расположен санузел. Отопление электрическое и печное. В доме есть интернет. Так что любители удаленной работы будут довольны на тысячу процентов. Дом очень уютный, с потрясающей энергетикой комфорта и исцеляющим эффектом. Внутри весь отделан деревом. Впрочем, вы видите это сами. Вы уже обратили внимание на обустроенную ландшафтную территорию. Это уникальное место силы. Живописный райский уголок. Дом находится в девственном лесу. Воздухом не дышишь, а пьешь. Плюс птичий оркестр. Вода родниковая и артезианская. Местные терминские продукты, выращенные без химии и гормонов. А в 20 минутах ходьбы находится река Ака. Несколько озер для рыбалки, а охотничьи угодья прямо за забором. Никаких камер. Вы предоставлены сами себе и делаете, что хотите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отдыхать можно приезжать и компанией. Целой компанией 10 и 15 человек с детьми. То есть места хватит всем. На этом я завершаю свое видео. Желаю всем приятного отдыха. Приезжайте, отдыхайте и получайте удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин